Всем привет! С вами снова сайт gamemag.ru и наши новости на неделе! Компания Guerrilla Games прокомментировала планы касательно будущего франшизы Horizon. В настоящее время студия работает над сюжетным дополнением для игры, но и о сиквеле задумывается, так как Zero Dawn за первые две недели разошелся тиражом в 2 миллиона 600 тысяч копий. Авторы игры подчеркнули, что внимательно прислушиваются к отзывам аудитории и определенно принимают критику во внимание при продумывании дальнейших вариантов развития вселенной Horizon. По словам арт-директора проекта Яна Барт Ван Бика, ему хотелось бы добавить во вторую часть больше механизированных существ, максимально разнообразив этот аспект игры. В свою очередь сценарист Джон Гонзалес отметил, что его задачей при создании возможного сиквела являлось бы написание увлекательной, тщательно проработанной истории. Команда готова сделать все, чтобы не разочаровать тех игроков, которые оказали Horizon столь теплый прием. Хардкорный самурайский экшен Nioh от компании Koei Tecma Games в скором времени получит два важных дополнения. Первое — это бесплатный PvP-режим «Игрок против игрока». Второе — платная сюжетная DLC Dragon of the North, которая принесет в игру новые виды оружия, новые сценарии, новых персонажей, духов-хранителей, врагов и арены. События Dragon of the North развернутся после финала сюжетной линии в отдаленной северной японской провинции, управляемой полководцем Токугавой, на территории которого, по рассказам лазутчиков, ощущается сильное присутствие таинственной сущности. Уже сейчас пользователи могут приобрести сезонный абонемент по цене в 1799 рублей. Он включает в себя доступ ко всем трем предстоящим DLC — Dragon of the North, Defiant Honor и Bloodshed's End. Выход Dragon of the North состоится 2 мая 2017 года. Финская компания Remedy Entertainment сообщила о портировании и оптимизации движка Quantum Break под консоль PlayStation 4 для дальнейшего его использования в совершенно новой игре Project 7. Разработчики ясно дали понять, что их следующее творение не будет эксклюзивом определенной консоли или семейства платформ. Игра появится на более широком спектре устройств по сравнению с предыдущими релизами коллектива. Движок North Light Engine, на котором создавался Quantum Break, был заточен под работу с Xbox One. Для создания мультиплатформенного Project 7 студии необходимо оптимизировать его под PlayStation 4. Это не значит, что консоль Sony получит Quantum Break в будущем. Первые подробности Project 7 были обнародованы в декабре 2016 года. Это совершенно новый IP с упором на мультиплеерную составляющую, но не на соревновательную, а кооперативную. Студия хочет отойти от своей классической формулы с одиночным подключением, с сильным акцентом на запутанном сюжете и удивить пользователей чем-то новым. А именно, позволить геймерам, кооперируя с друзьями, создавать свою собственную историю. В Project 7 можно будет стать свидетелем множества захватывающих сюжетных линий. Развилок будет огромное количество, при этом действие игры развернется в открытом мире. Насколько масштабным, авторы сказать пока не могут. Студия также напомнила, что помимо Project 7, работает в настоящее время над сюжетным режимом для популярного корейского шутера Crossfire 2. По итогам прошедшего финансового года, Remedy Entertainment получила доход в размере 16,9 миллионов евро. Операционная прибыль составила 3,9 миллионов евро. Компания Naughty Dog представила новый трейлер Uncharted The Lost Legacy, в которой Надин Росс и Хлоя Фрейзер объединяются для поисков древнего артефакта, бивня Ганеши. Кроме того, была названа дата релиза и стоимость проекта. Ролик демонстрирует одну из первых сцен в игре, где Хлоя и Надин распутывают клубок из зацепок, чтобы найти древний артефакт. Uncharted The Lost Legacy поступит в продажу 22 августа 2017 года по цене в 40 долларов. Сделав предзаказ, игроки получат бесплатную копию переиздания Jack & Dexter The Precursor Legacy и тему для PlayStation 4 от Ruan Pixel. Владельцы Season Pass Uncharted 4 останутся без бонусов. Студия Atlus и издатель Deep Silver выпустили пять новых DLC для ролевой игры Persona 5. Лишь одно из них будет бесплатным. Набор одежды Persona 5 Regular Clothes and School Uniform Set. Платные же дополнения, в том числе костюмы и музыка из прошлых частей, будут стоить по 215 рублей за каждое. Еще одна новость о свежем шедевре Atlus касается интерфейса игры, который оказался настолько красив и самобытен, что многие в интернете не удержались и стали пририсовывать его ко всему, что можно, сделав его новым мемом. Все началось с того, что пользователь социальной сети Twitter под ником Brand Bento создал шаблон на основе боевого меню игры, благодаря чему посыпалась целая прорва мемов, созданных уже другими игроками. Вот лишь некоторые из этих работ. Важная новость касается мира гонок. Знаменитый автосимулятор Gran Turismo наконец-то получил лицензию на использование автомобилей Porsche. В это же время Microsoft выпустила набор Porsche для Forza Horizon 3 и объявила о том, что немецкий производитель стал спонсором киберспортивного чемпионата Forza Racing Championship. Все эти анонсы произошли не случайно. Как оказалось, до декабря 2016 года эксклюзивными правами на Porsche владела компания Electronic Arts. Теперь же любой разработчик вправе получать лицензию у производителя гоночных спорткаров из Штутгарта. Пытаясь защитить свое программное обеспечение или устройство от хомбрю приложений, Nintendo обращалась к сообществам хакеров, чтобы отследить любые уязвимости. Благодаря HackerOne стало известно, что японский гигант вновь решил обратиться к взломщикам. Им предлагают от сотни до 20 тысяч долларов за нахождение любой дыры в защите Nintendo Switch, которая может привести к пиратству, читерству и отправке нежелательного контента детям. HackerOne — это онлайн-программа координации уязвимостей, за нахождение которых дают вознаграждение. Ею пользуются различные крупные компании, к примеру, Uber и Slack. Данная тактика не нова для Nintendo. Японский платформодержатель уже использовал ее в случае с Nintendo 3DS. Nintendo Switch находится в руках игроков уже больше месяца, поэтому создатели решили расширить поиск уязвимостей. Удивительным является то, что некоторые проблемы Switch и 3DS были очень легко идентифицированы. Nintendo присудила как минимум три награды разным хакерам за обнаружение эксплойтов. Проще говоря, ожидайте улучшения стабильности для Nintendo Switch и Nintendo 3DS в ближайшем будущем. В этом году были освещены различные случаи пиратства и взлома, начиная от The Legend of Zelda Breath of the Wild, который запустили на ПК в 4К, используя эмулятор Nintendo Wii U, заканчивая баном 7600 пользователей Pokemon Sun & Moon для Nintendo 3DS, где игроки умудрялись изменять свои сохранения. Последнее произошло всего пару недель назад, но не является первым подобным случаем. Чуть ранее, в январе 2017 года, по той же причине было удалено 6000 пользователей. Поскольку Nintendo Switch превосходит ожидания компании по продажам, неудивительно, что они хотят убедиться, что все лазейки закрыты. Студия Ready at Dawn, известная по портативным God of War и бенчмарку Орден 1886 для PlayStation 4, поделилась датой релиза и некоторыми подробностями своей новой игры, онлайн-нового экшена Deformers. Действие проекта происходит на аренах, где игроки контролируют формы и сражаются с другими игроками, используя различные силы и способности, потребляя остатки побежденных врагов и другие объекты в мире, ваш персонаж станет сильнее и больше. Физические копии Deformers будут продаваться по цене в 20 долларов только в определенных магазинах. Основной упор сделан на цифру, которую можно купить в Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Deformers выйдет уже 21 апреля 2017 года на Xbox One, ПК и PlayStation 4. На недавней трансляции Nintendo Direct были показаны многочисленные проекты для Nintendo 3DS и Switch. Но одной из самых интригующих игр оказалась Shinobi Rifle с Enron Kagura. Главная особенность проекта — это передача ощущения от прикосновения к женской груди через инновационную HD-вибрацию Joy-Con. В видео продюсер игры Кинихиро Такаки рассказывает о создании и работе над тем самым ощущением взаимодействия с женской грудью. Авторы упорно трудились и буквально погружались в науку, изучая желе и трогая те самые шарики с водой. Релиз Shinobi Rifle с Enron Kagura намечен на 2017 год, эксклюзивно для Nintendo Switch. Компания Bandai Namco Entertainment открыла на своем сайте новый раздел, посвященный пока еще не анонсированному проекту, представив лишь рисованный анимационный ролик. Мрачный тон и специфическая стилистика тизера породили предположение о том, что данная игра может оказаться новым проектом From Software, авторов популярной серии Souls и Bloodborne. Bandai Namco неоднократно выступала издателем игр From Software, а Хидетака Миядзаки в недавнем интервью упоминал, что сейчас ведет работу над новыми проектами. На мысль о наличии взаимосвязи прежде всего наталкивает слоган «Prepare to Dine» — «Готовьтесь обедать», который созвучен со слоганом «Prepare to Die» — «Готовьтесь умирать». Хорошо известным по Dark Souls. На данный момент нет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть догадки о связи данного тизера с From Software. Согласно сайту, подробности проекта станут известны уже 20 апреля, когда и состоится запланированный анонс. Одного поклонника Nintendo из Таиланда не устраивал внешний вид новой консоли Switch, и он решил переделать ее в соответствии со своими вкусами. Будучи фанатом аниме «Гандам», герой новости совместил два своих любимых хобби и сделал уникальный тюнинг консоли. Одна из причин такого высокого качества заключается в том, что он разобрал контроллеры приставки и только потом тщательно их покрасил. Выглядит действительно круто. События ролевой игры Persona 4 происходили в вымышленном городке Инаба, в то время как история пятой части разворачивается в столице Японии — городе Токио. Как оказалось, многие места в игре имеют вполне реальные прототипы. Метро, кафе Лебланк, баня рядом с кафе Лебланк, бейсбольный центр, кинотеатр. А на этом всё. Спасибо за внимание. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте, gamemag.ru. Ссылка в описании. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем огромное спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok